Обильные осадки раньше всегда беспокоили жителей Бочарова ручья. Ливневый коллектор не справлялся с объемом воды, стекающей с гор. Чтобы исключить возможные затопления, Министерством природы Краснодарского края было решено построить открытый коллектор длиной около 350 метров. Фактически он продолжит существующий, но будет шире и выше. Это позволит организовать безопасный сток воды в море. Строители уже завершают возведение одной секции, всего их будет 19. Рассчитан проект на максимальный поводок, на максимальное прохождение, то есть полностью должно быть исключено какое-либо подтопление или опасные процессы. Контракт заключен от 8 ноября 2019 года. Окончание работ 20 ноября 2020 года. Месяц подготовительной работы мы идем немного с опережением. Вот эта захватка, нами уже выполнен ее фундамент. Мы можем также сделать и по всей территории. Аналог, конечно, можно взять как объект, аналог, там некоторую специфику, где больше канализирования, там какие-то очистные, где просто течет, то да, полностью с вами согласен. То есть вот подобразец взять, как они здесь все это делают и дальше это все наложить на все остальные проблемы на нашей территории, чтобы у нас так же здесь, как здесь все получается, и так же по всему городу все процессы проходили. Что касается канализационных стоков, то с этого района, а также с других улиц они уходят по коммуникационным тоннелям на канализационно-насосные станции. Это, что находится на Ландышевой, теперь может работать бесперебойно. В случае отключения централизованного электроснабжения включается мощный дизель-генератор. А значит, случайного сброса стоков не будет. Такое же оборудование устанавливается на всех аналогичных станциях. Они перекачивают все стоки на очистные сооружения. Их в Сочи шесть. Итогом биологической очистки стоков становится иловый осадок. Ежедневно на адлерские очистные сооружения со всех других привозят почти 70 кубометров вот такой обезвоженной массы. Здесь она высушивается до состояния гранул. Это универсальное удобрение, активно используется в сельском хозяйстве. Этот процесс проводится только на адлерских очистных. Первый комплекс сушки илового осадка был введен в эксплуатацию перед Олимпиадой. И вот спустя пять лет, благодаря помощи мэрии, водоканалу удалось провести пусконаладочные работы и на днях запустить вторую очередь. На сегодняшний день сушка работает. Сейчас мы продемонстрируем и ил, который мы собираем с догомысских очистных сооружений, зугицких очистных сооружений, с краснополянских очистных сооружений. Весь здесь перерабатывается из четвертого класса в пятый класс. Нами были получены лицензии на минеральное удобрение. И теперь у нас пятый класс. Это минеральное удобрение, которое мы продаем на сельскохозяйственный рынок города. Аналогичную установку сушки и осадка в ближайшее время запустят и на бзугинских очистных сооружениях. Кроме того, сейчас идет процесс передачи водоканалу крупных локальных очистных сооружений. Также планируется строительство новой системы канализации и новых очистных в Лазаревском районе.